Сейчас во всех районах пострадавших от стихии завершаются работы по заявкам от граждан. Правда, теперь появилась новая задача – не допустить злоупотребления чрезвычайной ситуации. Я прошу и даю поручение полиции, ОБЭП или вашим подразделениям проверить, реально ли подтапливать все улицы, которые вошли в зону затопления. Именно проверить зону затопления и исключить, если кто-то нахимичил, наказать. Тем же, кто реально нуждается в помощи, более 2300 пособий уже выплачено. Социально незащищенные граждане по ходатайству конфликтной комиссии могут обратиться за дополнительной помощью в Красный Крест, где открыт специальный расчетный счет и получить дополнительную помощь до 100 тысяч рублей именно на ремонт жилья. Муниципалитет на время ремонта переселит подтопленцев из Олимпийского парка в пансионат «Нептун», который сейчас активно готовится к приему жителей. Поставьте кровати, поставьте тумбочки с Олимпийского имущества, правильно? Помойте обои, помойте полы хорошо, расставьте мебель, белую, я имею в виду, простынь, одежду. Переселять пострадавших от наводнения сочинцев «Нептун» начнут уже в среду. Вместе с тем продолжаются и работы по дезинфекции придомовых территорий. На данный момент уже обработано 860 объектов. Да и результаты проб питьевой и морской воды уже полностью соответствуют гигиеническим нормам. На сегодняшний день изменилось, если 2-го брали июля, было 10 нестандартных, 3-го 2, а за 4-е уже 0. Завтра мы… Уже нормальная сифровка. Ну давайте, да, мне скажете, я просто… Море хорошее, я тоже доложил, просто это… Море, оно и должно было у нас хорошее быть, в принципе. Не, ну было видно, что и море грязное было, и результат был ожидаемый. А сейчас пошла динамика в большую сторону. Динамика видна уже во всем. По всем направлениям ведется благоустройство. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.